Светия символов смерти. То есть, если в жизни принята смерть, как ее конститутивный момент, а не случайность, которая с ней случается, тогда о жизненных вещах, событиях, можно выслить и отлично разговаривать. А без этого наш разговор бессмысленно болтанет, который бесконечно. Один будет приводить одни аргументы, другой будет приводить другие аргументы. И спор уходит бесконечно. Никогда никто ни о чем не сможет договориться. Сколько умов, столько будет ответов. Сколько умов, столько будет мысли. И будет просто хаотический, безумный хор человеческих голосов. Представьте себе, сколько-столько людей. И в которой ни одна гармония, то есть ни одна мысль не будет высказана. И в этом хаосе будут бесконечно повторяться одни и те же глупости. Как, например, я сегодня вижу, как они повторяются. Люди смотрят фильм Мононейба. Рассказание, назовем его. Рассказание, назовем его. Зачем об этом сейчас говорим? То есть это был некоторый внешний предмет, который случился, а мог не случиться. Случайно случился. И говорить о нем не имеет смысла. Он не, тот, кто так говорит, он не совершает авто мысли. Потому что для авто мысли ворота людей открывается тогда, когда ты в себя посмотришь. Глубинные основания своего существования и смерти. А не совершает его авто. Он не может не мысли. Ему разгражает. А он глупый человек? Да нет, не потому что он глупый. А просто потому что он не мыслит. Это разные вещи. Он может быть умным и не мыслит. Психология здесь, кто умный, кто глупый, совершенно ни при чем. Здесь скорее какая-то грамманская есть мышление, которое выполняется или же не выполняет. Потому что если, например, во время, если бы он забринен в себя, он увидел, что об этом нужно говорить, потому что это не внешний пример, а что те же самые силы и потенции. И поле возможностей, которые породили то, что случилось в этом фильме, в 1937 году, они живы и сейчас, в будущем, в будущем. Только тогда он это увидел. То есть начали мыслить. А пока для него было акт сравнения внешних предметов, не имеющих к нему отношения, и он не вовлекал самого себя в акт сравнения, он не мыслил. Следует, ну вот это существо будет идти в бесконечности. Здесь, если оно само себя не вовлечет в акт сравнения. То есть не принесет что-то из самого себя. Из самого себя. В этом смысле существа Фуанкария, это такие существа, воображающие существа, которые ничего от себя не вносят. А мы говорим о других существах, которые способны мыслить, то есть мыслить о реальности, выделить предмет, о котором можно мыслить, и это предмет, и есть реальность. Мыслить можно только о реальности. Как я уже сказал словами Барнинида, мыслить значит, что делать? Только существующее необходимо говорить и высказывать. Понимаете? А случайные сказания, это несуществующее. Случайные смерти, это несуществующее. О них можно бесконечно говорить, но это будет говорение, но не мышление. И, ну опять, я что-нибудь определил вам, по-моему, ничего не определил, но, может, что-то подказал. Это самое большее, чего можно, если повезет, повторяясь, достигнуть. Вообще, у меня один вопрос там. Эти 5-10 флаги. Газа, будем подавить. Вот, 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 вот. Один образ, чтобы связать вас с тем, что я частично говорил в начале нашей первой встречи, и второй. Значит, вот, и от этой точки фактически и отсчитывается то, что я называл воспитанием чувств, или отчитывается то, что я называл тем, как мы вырастаем, то есть, как мы становимся мужчинами. Ну, мужчинами взрослыми, я не понимаю, то есть, способными держать мир. В смысле, не быть инфантильными. То есть, видеть мир, в котором нет по отношению к нам намерений. И видеть, то есть, то есть, то, что из нас вырастает. А не потому, что мир так или иначе расположен. Так вот, эта точка, я на этом буду кончать сейчас. Эта точка, значит, я скажу, пустота, там, и так далее, и так далее. Эта точка есть еще характеризация, одним словом, у Пруста. И это важно для вырастания, для темы такой антиинфантилизма. Это точка неизвестного, или другого, с большой буквы другого. Ну, так я поясню это. Но Пруст был глубоко убежден, что любой человек, и художник, а художник есть в любом человеке, в том смысле, в каком мы пытались. Я продолжу тем, на чем мы остановились на прошлый раз, и постараюсь завершить весь этот наш цикл. Прошлый раз я в последней минуте говорил о том, что есть какая-то внутренняя длительность, длительность людей, длящаяся в скрытии, вечный акт, скрытый, на основе которого, на поверхности какой-то сферы, на которой живут человеческие существа, и в головах появляются какие-то состояния и впечатления, вырастая из некоторого корня, из некоторого корня, который я называл невербальным корнем испытания, и приводил вам метафору мирового дерева, воспользовавшись тем, что у самого Пруста эта метафора разъясняется фактически в растительных терминах, в терминах корневища или черенка. И вот тот черенок обладает странным свойством, которое я пометил вам, что внутри производимого им действия нет нашей человеческой последовательности, то есть той последовательности, которую мы наблюдаем, в которой один человек живет, проживает свойством жизни, потом живет другой человек, и так далее, и так далее. Как бы, можно сказать так, термины вот той длительности, они не есть, и примеры этого я приводил в другой связи.